Говорят, надо быть осторожнее с желаниями, ведь они могут сбыться. Сегодня я расскажу про людей, чьи запросы исполнили, но последствия оказались весьма удивительными. От пиццы с кучей пепперони и сырных монстров до буквального следования инструкциям самым ненормальным способом. Итак, вот люди, которые получили буквально то, что они заказывали. Все любят пиццу. Согласно опросу 19-го года, это самое популярное блюдо, и заслуженно. Успех пиццы зависит от всех ее ингредиентов, и топпинг может все улучшить или ухудшить. Пожалуй, один из самых спорных топпингов в мире – это оливки. И если вам свойственна элоофобия, боязнь оливок, советую отвернуться. Когда один клиент заказал, как он выразился, щедрое количество оливок, пекарь не стал мелочиться, восприняв все слишком буквально, и подал это. Удивительно, но говорят, что гость был доволен. Хотя лично для меня это настоящий кошмар. И кошмары только продолжаются. Другой любитель оливок остановился у фургона с пиццей, и его спросили, хочет ли он немного оливок или много, и он, очевидно, выбрал второй вариант, судя по этому фото. Но если так выглядит первый вариант, то, боюсь, много оливок на пицце выглядели как-то так. Среди всех топпингов пепперони, безусловно, самый главный. Я не придумываю. Спросите 64% американцев, которые предпочитают именно этот копченый вкус. Но, конечно, слишком много хорошего может стать плохим. И этого, видимо, не знал мужчина, который попросил не просто побольше пепперони, а, как он сам сказал, безбожное количество пепперони. И он определенно получил это, когда ему принесли такой источник холестерина. Выглядит безбожно, да. Если вам хочется забить свои артерии еще чем-нибудь похожим, то Гранц Пицца Хаус в Мичигане для вас. Узрите пиццу чешуя дракона. На ней так много колбасок, что их приходится выкладывать в виде чешуи. Не могу даже представить, какими жирными стали руки работников. Если верить пользователю Реддита, такое чудо появилось потому, что гости постоянно заказывали как можно больше пепперони. Но они попросили, и Гранц Пицца Хаус их точно услышал. А в другой сети пиццерии Литл Сизерс пошли еще дальше в колбасном безумстве и создали это. Пиццу Фонцерони Пепперони Старого Света. На ней минимум 100 пепперони, наваленных друг на друга. Ее надо продавать с медицинской страховкой и с заявлением об отказе ответственности. А вы бы съели такие пиццы? Напишите в комментариях под видео. Трудно поверить, но не все хотят, чтобы их пицца была посыпана кучей пепперони без других топпингов. Этот парень хотел наполовину пепперони, наполовину сырную пиццу. Но его заказ звучал так. Пицца пепперони наполовину с сыром. И согласитесь, это звучит довольно странно. К его удивлению получилось буквально то, что он просел. Пицца пепперони с сыром на одной половине. Если прислушаться, можно услышать плач сыроманов. Ведь опрос 2017 года показал, что средний американец употребляет 17 килограммов сыра в год. Это вес примерно 12 и чихуахуа. Один гурман так сильно хотел отведать сыр, что он попросил добавить в 6 раз больше сыра в свой бургер. Правда, результат оказался не совсем сырной мечтой, а скорее мерзкой жижей, которая расплавилась прямо в коробке. Небольшой совет. Если сыр не помещается в бургер, то это признак того, что вы слегка переборщили. Впрочем, судя по всему, такое сырное безумие популярно и называется бургеры-вулканы. По сути, их просто окунают в расплавленный сыр. Но зачем останавливаться на этом? Можно покрыть сыром и себя, раз уж на то пошло. Продолжим сырную тему и взглянем на исторический момент в 2012 году, когда японская СМИ Sora News 24 заказала, наверное, один из самых сырных бургеров в мире. Для эксперимента журналист пришел в Бургер Кинг и попросил добавить в бургер тысячу кусков сыра. Да, вам не послышалось. Тысячу кусков. Ему принесли впечатляющую стопку сыра между двумя совершенно обычными булочками. Журналист все-таки не смог покорить этого монстра, вероятно, поняв, что столько сыра перед сном грозит кошмарами на всю жизнь. Но, тем не менее, сотрудники Бургер Кинга выполнили задачу. Мне теперь кажется, что вот я не так уж и много сыра ем. Но, разумеется, не всем нравятся бургеры с сырными горами, от которых гарантированно заболит живот. Например, следующий герой попросил сыр отдельно или на стороне по-английски. Этот заказ, видимо, весьма озадачил повара, потому что он сделал это. Но, в целом, все правильно, просто получилось немного более буквально, чем ожидал гость. Часто соусы могут существенно изменить вкус еды. Я, например, больше не могу есть бананы, не добавив на них кетчуп. Впрочем, порой чем меньше, тем лучше, как убедился один юзер с Реддита. Мне хочется сказать, что он просто попросил немного больше чесночного соуса, но на самом деле он заказал, цитирую, «как можно больше чесночного соуса». Хорошо это или плохо, но вот что он получил. Контейнер, переполненный соусом. Впоследствии парень пожалел о своем выборе и, видимо, не ожидал, что его преувеличенную просьбу действительно выполнят. Наверняка любой, кто стоял достаточно близко, чтобы почуять его чесночное дыхание, тоже ощутил острое чувство сожаления. Похоже, заказ дополнительного соуса сопряжен с некоторым риском, как выяснил парень, заказавший побольше майонеза в Макдональдс. Он надеялся на чуть более щедрую порцию, но в итоге получил размокший бургер, который сочился майонезом. И вот он точно не мог подтвердить слоган «вот что я люблю». Еще один клиент, которого постигла та же судьба – ютубер Тед Нивисон, заказавший побольше соуса Биг Мак. Он глупо надеялся, что соус добавят на сам бургер, но сильно удивился, когда дополнительную порцию ему подали в коробке. Как-то не очень. Если нужно самому собирать бургер, то тогда должны платить как сотруднику, я считаю. В мире есть два типа клиентов Макдональдс. Те, которые терпеть не могут маринованные огурцы, и те, которые хотят нечто подобное. Следующий парень был из числа первых и сказал кассиру, чтобы в чизбургере был только кетчуп. То есть бургер без огурцов, лука и горчицы. Видимо, не совсем поняв, что это означает, сотрудники сотворили нечто, которое можно назвать только кетчупным бургером, не иначе. Он мог бы выразиться немного конкретнее, но так как он сказал, что хочет только кетчуп, тот факт, что ему добавили булочку, делает это недоразумение очень запутанным. Хотя из всех недоразумений следующее, несомненно, хуже всего. Приехав в Сабвей за несколько минут до закрытия, один человек попросил чуть больше майонеза, и ему спешно сделали это чудовище. Такое ощущение, что сюда добавили весь оставшийся в запасах майонез. Хотя, учитывая обилие добавки, соотношение цены и качества определенно не имеет себе равных. Всем хочется получить заказ в нормальном объеме. Представьте, вы покупаете кофе в любимой кофейне, но когда берете стакан, он кажется легким. Вы снимаете крышку, и оказывается, что кофе недолили. Проблемы первого мира. Кому-то так надоел такой обман, что он специально попросил, чтобы ему налили кофе до самых краев. Такой заказ, очевидно, не очень обрадовал бариста, который был не в духе, и приготовил клиенту настолько наполненный стакан, что его вообще невозможно было поднять, не пролив при этом кофе. Но ведь просили именно это, не так ли? Некоторым людям просто не угодить. Сотрудник Макдональдс поступил похожим образом, выполняя заказ гостя, который попросил добавить в бургер побольше листьев салата. Но оказывается, целая коробка, набитая салатом, как будто эта хрупкая посылка, была не совсем тем, что хотел клиент. Меня больше интересует, какой психопат заказывает побольше салата. Дальше еще хуже. Это еще один человек, который не подумал, как будет пахнуть у него изо рта, потому что он попросил добавить много лука. Повар, который делал ему сэндвич, превзошел все ожидания и наполнил его огромным количеством колечек лука. Вам надоело, что люди вторгаются в личное пространство? Съешьте этот сэндвич, и они точно от вас отойдут. Щедрая порция, конечно, может и порадовать. И один парень был очень рад, когда ему привезли еду, и оказалось, что рисовый контейнер заполнен на 100%. Настолько, что рис даже приобрел форму коробки, в которой он был. Вот это оправданная цена. А одна женщина пришла в Старбакс и вежливо попросила, цитирую, «хренову тучу карамельного соуса», простите мой французский. Борис-то прекрасно понял, что она имела в виду, и наполнил ее фрапучино карамелью. У вас тоже внезапно потекли слюнки. И щедрость продолжается. Любитель мяса попросил побольше говядины в сэндвиче, и, кажется, ему положили целую корову. Но, к сожалению, некоторые другие места, наоборот, скупые. Посетитель Уэндис решил попробовать знаменитый чили, но попросил добавить дополнительный лук. Подозреваю, что он надеялся, что в чили добавят немного нарезанного лука. Увы, на самом деле он получил вот это. Пару печальных и слишком больших колец, плавающих в блюде. Лишнее доказательство того, что заказывать побольше лука не надо. Другой человек тоже разочаровался, когда он купил буквально маффин с шоколадной крошкой, именно в единственном числе. Да, в маффине была одна грустная крошка. В каком-то смысле я на нее похож. Я тоже грустный, одинокий и ищу любви. Дамы, не хотите показать свою любовь в комментариях и, может быть, подписаться? Обещаю щедро заваливать вас едой или, по крайней мере, интересным контентом. Еще немного о сладком. Сейчас можно найти торты на любой случай. С днем рождения, поздравляю. Простите, что переехал вашего кота и надел ему очки, чтобы вы думали, что он жив. В общем, да, на любой случай. Но, как мы уже поняли, нужно быть осторожнее с заказами. Например, мама из Британии заказала торт на 21-й день рождения своей дочке, и опечатка сильно изменила задумку. Она попросила, чтобы блондинка, блонд по-английски, сидела на торте, но допустила ошибку и написала не блонд, а блайнд, то есть слепая. Думаю, вы поняли, что получилось. Кондитер выполнил необычный заказ и презентовал торт, на вершине которого сидела девушка с тростью. И к тому же она была брюнеткой. Иронично, что самой маме не помешали бы хорошие очки, чтобы она видела, что пишет. Проверяйте свои сообщения. Конечно, это было искреннее недопонимание, но следующая катастрофа вызвана исключительно некомпетентностью. Один клиент заказал торт с надписью «Спасибо за прекрасный год фиолетовым цветом». Всё очень просто, правда? Но не для безмозглого кондитера, написавшего «Спасибо за прекрасный год фиолетовым цветом», да ещё и «Голубым цветом» и не очень аккуратно. Надеюсь, было вкусно. И, как ни странно, это происходит весьма часто. Другой бедный покупатель, который заказал две коробки с кексами, попросил написать «С днём рождения» на обеих. И этот Эйнштейн так и написал. Буквально. «С днём рождения» на обеих на двух порциях кексов. Чем он думал? Что именинницу звали на обеих? Глупость некоторых людей вызывает беспокойство, но продолжим. Бисквитный торт представляется нам таким лёгким и пышным тортом, правильно? Однако, когда девушка попросила своего парня испечь такой торт или торт-губку по-английски, он решил, что будет забавно выполнить просьбу буквально. То есть он смешал шоколад с кухонными губками. Если честно, я бы всё равно слезал весь этот шоколад. Дети – креативное создание, и в основном благодаря неразвитой лобной доле, которая отвечает за более рациональное мышление в старшем возрасте. Плюс добавьте постоянные игры, движения и познание мира, и получится идеальный рецепт для креативного мышления. Но с ним приходят необычные методы решения проблем, которые варьируются от смешных до гениальных. Первый мальчик делал домашнюю работу, и его попросили расположить слова в алфавитном порядке. То есть первым, например, надо было написать «эппл», потом «фокс» и так далее. Легко и просто. Но маленький гений понял всё несколько иначе и переставил буквы в каждом слове в алфавитном порядке и, по сути, создал анаграммы. Впрочем, в задании его просили расположить каждое слово в алфавитном порядке. И он так и сделал, согласитесь. Немного менее умно поступил ребёнок, которого попросили показать процесс мысли, то есть расписать подсчёты. Но он неправильно понял, восприняв задание буквально, и нарисовал самого себя, раздумывающего над ответом. Выглядит не очень лестно. Но такая невинность умиляет, правда? Кажется, домашняя работа детей – это бесконечный источник юмора. Следующий ребёнок необычно выполнил задание дать название геометрическим фигурам. Все согласятся, что это называется квадрат, а это прямоугольник. Но одна девочка решила дать им более интересные, пусть и менее геометрические имена. Боб и Кейт, например. Но мои фавориты Теддисон и Гарри – прямоугольники, которые заслужили разные имена, несмотря на сходство. Боб, Кейт и компания, может, и не самый умный ответ, но вот следующий ребёнок оказался умнее собственного учителя. Ему предложили представить, каково быть китайским иммигрантом в 1870 году, и описать это. Он знал китайский язык, а потому использовал своё тайное оружие и прилежно написал о переживаниях китайского иммигранта традиционными иероглифами. Исследования показывают, что питомцы в доме полезны для детей. Животные учат их не только эмпатии и дружбе, но ещё и ответственности. Но стоит предупредить, что детям не нужно давать слишком много ответственности. Одна мама попросила малыша покормить кота. Вместо того, чтобы дать ему обычный корм, ребёнок предложил питомцу кое-что освежающее и с витамином С. Апельсин. И, как видно по выражению кота, ему не очень нравится новая диета. Но такое неизбежно, когда просишь маленького ребёнка что-то сделать. Если вам нужны ещё доказательства того, что это плохая идея, вот другой пример. Мама пыталась научить своего трёхлетнего сына, что туалетную бумагу бросают в унитаз. Она сказала ему «вытрись бумагой и выброси её в унитаз». Но маленький злобный гений понял это по-своему, что надо бросать рулон. Но если хочется получить сильный всплеск, это отличный вариант. Как мы поняли, быть родителем нелегко. И бывает, что заставить детей съесть что-либо очень трудно. Моя мама каким-то образом до сих пор проворачивает тот трюк с самолётиком. В общем, дети и еда – сложное сочетание. Как доказала мама, которая всё же упросила сына съесть половину банана. Она не ожидала, что он выберет такой странный подход. Не хочу называть ребёнка психопатом, но… Другой ребёнок поступил похожим образом, когда ему сказали съесть половину винограда. Это уже какое-то утверждение своего превосходства. Впрочем, следующий пример самый странный. Мама сказала пятилетнему сыну, что он может посмотреть телевизор, если съест половину хот-дога. Мальчик послушно съел половину хот-дога. Вот только сделал он это самым пугающим образом, который я видел. Это похоже на сожжение американского флага. Все совершают импульсивные покупки, а потом сожалеют о них. Это называют раскаянием покупателя. Но сейчас будут люди, которые сильно пожалели о своих тратах, так как получили буквальные версии товаров. Например, этот парень собирался впечатлить жену кружкой меняющий цвет, которую продавали на Амазоне. Мечта всех женщин не иначе. Он думал, что на кружке будут ночная и дневная рождественские сцены, и он их получил. Но почти. Это буквально картинка с иллюстрацией эффекта, а не сами сцены. Вот что будет, когда покупаешь жене кружку на Рождество. Похожий случай был с мамой, купившей сыну милую подушку в форме динозавра. Она не подозревала, что это обычная наволочка, на которой напечатана картинка с Амазона прямо с ребенком. К слову, об укладывании детей спать. Если вы вспомните 11-й год, то в то время была популярна совсем не детская книга под названием «Пятьдесят оттенков серого». Так вот, одна женщина захотела ознакомиться с пикантным чтивом и пошла на ebay. Хотя я бы не советовал покупать с рук конкретно эту книгу. Но просто на всякий случай. Так или иначе, она получила совсем не эротические похождения мистера Кристиана Грея, а буквально «Пятьдесят оттенков серого». Очень увлекательно. Этого стоило ожидать. Нечего интересоваться такими романами. И, к слову, о тратах, о которых сожалеешь. Говорят, что каждый пятый американец жалеет о своей новой прическе. И нам это всем знакомо. Пытаешься сдержать слезы и выдавить улыбку, уверяя парикмахера, что все здорово, а в зеркале какая-то дешевая копия Ким Чен Ина. Одному парню сделали самую ужасную прическу, хотя он показал парикмахеру фотографию. Правда, парикмахер воспринял ее буквально и воспроизвел в точности аж с головой. Об этом снимке мало информации, так что я просто надеюсь, что это какая-то шутка, а не серьезная работа. В любом случае, парикмахер определенно талантлив. Люди в предыдущих примерах стали жертвами обмана или невинного недопонимания. Но все-таки клиент далеко не всегда прав. И вот пример. Один покупатель заказал крупный товар, но почему-то попросил курьера оставить его под ковриком у входной двери. Я не совсем понимаю, чего именно он пытался добиться, но курьер выполнил просьбу и получился такой забавный результат. Но все, теперь воры ни за что ничего не найдут. Фотошоп очень полезен. Кардашьян это знают. С ним, возможно, все. Хотите встать на вершине Эйфелевой башни? Без проблем. Серфинг с опрой? Легче легкого. Но с большой силой приходит большая ответственность, и Джеймс Фридман использует свои способности для развлечения. Одна из его жертв прислала ему фото с подругой. Но подруга это сильно сказано, потому что она попросила Джеймса сделать так, чтобы другая девушка выглядела плохо, а она отлично, так как они борются за внимание одного парня. Но дело в том, что она написала не грейт как отлично, а грейт, то есть тереть. Разумеется, Джеймс, известный шутник, ухватился за возможность и сделал такое фото. Выглядит достаточно стертой. Но так работает карма. Серьезно, что случилось с женской солидарностью? А вот две другие подружки обратились к Джеймсу, чтобы он исправил разницу в их росте. Но так как они не уточнили, как именно, не считая того, что они должны быть одинакового роста, он решил позволить себе некоторые вольности. Они это имели в виду? Я вот не вижу никаких проблем, у меня руки тоже растут из головы. Следующий пример – один из моих любимых. Счастливая пара смогла сделать милую фотографию, но позже влюбленные заметили, что кое-что им все же не нравится. Женщина в красном платье на заднем плане. Они обратились к Джеймсу – феи крестные с фотошопом. И технически не попросили убрать ее, а просто сделай с ней что-нибудь. И Джеймс, конечно, сделал. Можете представить их шок, когда получилось, что они обнимаются с незнакомой женщиной. Они выглядят так счастливо. Идеально для фотоальбома. Но зато в альбом точно не попадет весьма красивая фотография этой девушки. Она хотела выглядеть драматично лежа в воде, но результат ее не устроил. И она попросила Джеймса, чтобы казалось, будто она больше под водой. Вы уже наверняка поняли ход его мыслей и думаете, что он поместит ее куда-нибудь в море или аквариум, так? Но нет. Он решил сделать фото немного необычнее и поместил ее в стиральную машину. Теперь она действительно под водой. Хотя потом ей придется немного посушиться. И на этом на сегодня все. Вы когда-нибудь оказывались в похожих ситуациях? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр.